Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Человек совершил один раз в жизни хадж. Он хочет и второй раз, и третий, и пятый. Ну и периодически люди, когда вы спросите у них, в хадже они были, да, они скажут 8 раз, 6 раз, а то скажут 10 раз. Это как бы и почетно в какой-то степени у некоторых народов, ну, вообще у мусульманских народов звучит столько-то раз хаджи. Но вопрос в том, что не лучше ли будет, если человек, уже совершив от себя хадж, в следующий раз поможет другому совершить хадж. Сложно сказать, я в данном случае не буду на что-то акцент делать однозначно, потому что здесь можно процитировать одно, процитировать другое с разными акцентами. Но хадж – это в Коране четко прописано то, что . То есть это тот столб, основополагающий в религиозной практике мусульманинам, мусульманки, который только совершается, или становится обязательным только при должном материальном достатке . То есть в Коране говорится для тех, кто сможет туда отправиться. Ученые уже говорят, что здесь подразумевается в первую очередь материальный достаток человека. Если человек материально может, то да, это уже закрепляется за ним, как обязательное. Поэтому человек, который не может туда отправиться. Но здесь другой нюанс есть. Да, есть люди, которые прошли через советский период. Я даже знаю недавно один родственник, ему за 70 лет. Он так особо и намаз, пост, как бы не из его истории. Хотя не пьет, не курит, всегда был порядочным человеком, никогда не пил, не курил. То есть хороший человек, хорошо отработал, хорошо вышел на пенсию, смотрит за внуками, все хорошо. Вредных привычек, какой-то растерянности, потерянности, ни разгильдзя, ни бездельник. Но религиозной практики не было. И вот дети его организовались отправить в хадж. Сказали, вот, ну, как ты думаешь, да? Ну, ему это не прямо-таки совсем легко самому деньги эти оплатить. Но в то же время может. В данном случае дети проявили инициативу. Как вот, если ты поедешь в хадж. И интересно то, что, как бы, имел возможность издалека немного анализировать ситуацию. Человек, ну, прямо вот, начал там молитвенные, ну, просто я, потому что у него книжка моя оказалась, как раз, мусульманская молитвенная практика. С собой постоянно носит, выучил там фатиху, выучил ихляс, как намаз читать, подготовился. То есть вот за те, там, два месяца, которые до хаджа были, когда его дети предупредили, он уже все там подготовился. И вот, ну, как сказать, человек не был атеистом, да? Он, в общем, верующий. Но религиозной практики нет. Так, мусульманин, но здесь такие глобальные. То есть человеку за 70. Такие глобальные. То есть человек стал еще более светлым. Еще более таким, каким-то, я не знаю, одухотворенным. Соглашусь то, что люди, которые прошли через советский период и которые сейчас находятся на пенсии, ну, по сути дела, там 100-200 долларов и им довольно сложно отправиться в хадж, и они очень этого хотели бы и никогда там не были, то это, конечно, ну, я думаю, очень благостно, если такого человека отправить, тем более, если это наш родственник. То это будет очень благостно. А так просто, ну, кого-то, да, молодого. Ну, молодой он может и сам добиться этого. То есть это маленькая сумма, ну, сколько, тысячи долларов, ну, полторы тысячи долларов. Пусть накопит, пусть добьется, тогда это вкус у хаджа будет. А так, что кто-то за тебя заплатил, ну, это даже в какой-то степени унизительно. Вот поэтому от ситуации к ситуации. Но в арабском мире всегда в период хаджа, до хаджа, проповедники говорят, не надо ездить многократно тем, которые туда уже ездили. Потому что вы реально создаете толкотню, тесноту, и тем более же выделяются квоты на государства. На разные государства выделяются квоты. То есть люди, получается, забирают места других людей, которые еще ни разу не были. Ну, как, например, говорят, что вот тот родной ученый, он за ночь прочитал весь Куран. Ну, попробуйте, да, попробуйте, очень быстро читая. Вот, очень быстро читая. Ну, даже если очень быстро читая. То есть я не к тому, что я сам читал тоже про разных ученых. Все классно. Все так. Ну, это как наподобие, что Наполеон спал там четыре часа в сутки. Может быть, один день он так спал перед какой-то битвой. Но постоянно спать – это значит, ты умрешь. Организм не выдержит. Здесь то же самое, что тот или иный ученый за ночь прочитывал Куран весь от начала до конца или столько-то десятков раз совершил хадж. Ну, может, он, если рядом с Меккой жил, может быть, и совершил, да. А так маловероятно. Но есть просто… Человек процитировал. Есть хадисы, где говорится, что если ты такую эту суру столько-то раз прочитаешь, то подобно, как прочитал весь Куран. Он говорит, ну, наверное, просто они эту суру так читали. Нет. Но там подразумевается, что весь Куран. Поэтому, ну, сложно, то есть те, кто знает, что такое читать Куран, даже если вы идеально читаете и быстро читаете, 600 с лишним страниц прочитать непросто. Ладно. Ну, может, какие-то длинные ночи были, возможно.